Всем привет! Давно не виделись, с вами Мелсик. В общем, в голосовании большинство выбрало создание ландшафта. Сегодня будем создавать что-то наподобие леса в Unreal Engine. Так что... Запускаем Unreal Engine, запускаем проект. И давайте сразу удалим эти ненужные объекты со сцены. Ибо они нам вовсе не понадобятся. Окей, теперь объясню по факту. В Unreal есть такая штука как Landscape. Это как раз площадь, которую можно будет отредактировать. Чтобы взять этот инструмент, нажимаем Shift плюс 2. Тут идёт небольшая нагрузочка на ПК, но у нас появляются настройки. Где мы можем выбрать материал, локацию, поворот, размеры секций и так далее. Короче, материал можно поставить в целом по умолчанию какой-нибудь. Например, тут есть какой-то grass. В section size я поставлю 15 на 15. Вы ставьте как вашей душе угодно. Чуть ниже можно точнее настроить размеры. Нажимаем Create. У нас появилась земля, по которой, кстати, можно ходить. Видим три вкладки. Первая. Manage. Тут вы можете добавлять и удалять новые секции. Ну, это всё понятно, неинтересно. Вот вторая вкладка будет поинтереснее. Тут есть много пунктов. С помощью первой, например, можно изменять рельеф. Зажимаем кнопку, мы поднимаем землю. Зажимая Shift, наоборот, опускаем. Слева выбираем нужные сейтинги. По типу интенсивности, размера кисти и так далее. Если вам захотелось вырвать глаза, как и мне, то используйте следующие две опции. Они помогают сделать всё более плавно и реалистично. Остальные инструменты не столь важны, их попробуйте сами. Последнюю вкладку Pay-end посмотрим чуть позже. Сейчас лучше давайте добавим растительности. Для этого можно скачать модельки с инетом, что я и сделал. Кстати, ссылки на модельки, которые я использую, я оставил в описании. Значит, я создаю папку Models, вниз создаю папку Truee, то есть дерево. В эту папку я засунул модельки со всеми текстурками. Создатель модельки разделил её на две части. Чтобы вместе как нужно их поставить, выделяем обе модельки и переносим на сцену. Далее увеличиваем размер. Теперь я с помощью Shift обе модельки выделяю, нажимаю ПКМ и выбираю Merge Actors. Сохраняю и вуаля, теперь у нас появилась одна моделька вместо двух. Теперь займёмся материалами. Переходим в первый материал, это листва. Текстурку листва я не нашёл, поэтому зажимаю тройку и нажимаю LKM. Тут выбираю цвет, зелёный ближе к чёрному. Вот такие листики получились. Далее второй материал, туда просто подключаем текстурку, она будет в комплекте. Вот такое дерево получилось. Неплохое дерево получилось, но что если мы хотим создать лес? Как бы перетаскивать кучу деревьев и настраивать их, это очень долго. Это engine продумал, поэтому тут выбираем Flyge. И сюда перетаскиваем наше дерево. Кликаем и тут мы можем настроить его. Во-первых, тут мы можем выбрать рандомный размер. От и до. Например, я выберу от 0.6 до 1.2. Также тут можно поставить коллизию, чтобы мы могли врезаться в дерево. Для этого я тут ставлю блок All. Остальные настройки потыкайте сами. Не забудьте главные параметры, это сколько будет деревьев на метр и радиус кисти. Теперь просто кликаем и ставим деревья как нам нравится. Я думаю смысл вы поняли. Например, с травой или другими модельками мы поступаем точно так же. С этим проблем, думаю, возникнуть не должно. Окей. Теперь давайте создадим нормальный материал для нашего рельефа. Этот материал будет включать в себя две текстуры. Трава, ну и допустим земля. Итак, я создам папку Materials, в день создам папку Landscape. А тут уже создам материал и еще одну папку Textures. Сюда я добавляю все текстурки, ссылка на них также в описании. Открываем материал и переносим сюда все текстурки. И для того, чтобы мы могли рисовать двумя текстурками, мы должны создать Landscape Layer Blend. Начнем с Base Color. Значит, выделяем наш Layer Blend и слева снизу создаем два элемента. Каждый элемент как-нибудь называем. Например, один элемент Grace, а второй Ground. И в каждый элемент помещаем наши Base Color. То есть это Base Color травы и земли. А далее уже этот Blend Layer помещаем в Base Color нашего материала. Возможно, звучит достаточно сложно, по факту тут ничего сложного. Точно так же делаем со всеми текстурками. А это у нас карта нормалей, Roughness, а также Ambient Occlusion. Главное, чтобы названия элементов у всех лэеров совпадали. То есть, если у первого лэера стоит первый элемент это Grass, то и у второго лэера первый элемент должен быть Grass. Я думаю, вы поняли. Ну и когда вы это доделали, вам нужно достать Landscape Layer Chords. И подсоединить его в каждой UV текстур. С материалами все. Переходим к нашей сцене. Тут нажимаем на наш ландшафт и выбираем материал, который мы только что создали. Далее тут выбираем Landscape. Тут у вас должны появиться слои, а именно это земля и трава, что мы только что и создавали. Нажимаем на этот плюсик у одного и у второго слоя и сохраняем где-нибудь. Ну вот и все. Весь рельеф покрыт травой. А если мы выберем тот самый инструмент Paint, то мы сможем рисовать землей по траве. Примерно вот так. Ну, вроде как основу показал. На этом все. Подпишись на канал, у меня будет много подобного материала. Спасибо за просмотр. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok